Комсомольская площадь и станция Самара. Весной 1921 года, здесь больше недели, прямо в вагоне поезда, жил Сергей Есенин. Он ехал в Ташкент, где собирал материалы для поэмы «Пугачев», в которой упоминается и Самара. Больше двух сотен известных мест города собрали на интерактивной карте проекта «Литературные адреса Самары». Здесь действительно по адресам можно увидеть, какое количество людей, поэтов и писателей, литераторов бывали в Самаре, где были открыты те или иные издательства. И, конечно, у этого проекта колоссальный воспитательный и образовательный потенциал. Безусловно, проект живой, он будет наполняться, он будет пополняться, он будет редактироваться. Алексей Толстой, Максим Горький, Ярослав Гашек, Сергей Оксаков. И еще десятки классиков так или иначе связаны с Самарой. Первый у нас литературный персонаж на этой карте датирован с 17 веком и до наших дней. В 1636 году немецкий поэт Пауль Флеминг проплывал мимо Самары. Позже волжским красотам он посвятил три санета. Проект расскажет и об истории главного хранилища книг Самары – публичной библиотеки. Тогда, когда мы еще размещались на нынешней улице Куйбыша, на Дворянской, библиотеку посещало много известных людей. Начиная от Горького и кончая членами семьи Нульяновых. А наша библиотека – это один из культурных центров, губерния. И кто только тут не был с писателей. На интерактивной карте отмечены и 16 самарских скульптур, литераторам и персонажам художественных произведений. Кроме адресов, связанных с литературными страницами истории города, здесь же интересные цитаты писателей о Самаре. Вот, например, Михаил Булгаков. «Приехали из Самары Ильфи Олеша. Рассказывают, в Самаре два трамвая. На одном надпись – площадь революция, тюрьма, на другом – площадь советская тюрьма. Что-то в этом роде. Словом, все дороги ведут в Рим». Литературную карту Самары планируют пополнять. Проект может стать и путеводителем для гостей города. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.